МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси появится эдукационный ресурс для школьников. Заховать чистое поветро – сегодня сусветный день без автомобиля. А зараза в этом и иншем больше подробно. Сегодня у Гомельске облвыконками прошли перемоги с представниками славянской компании «Рыка». На сусветном рынке она ведома реализацией проектов в сфере энергетики, будовництва, легкого и грузового автомобилебудования и экологии. При этом компания оказывает содейничание у притягнений незамежных инвестиций на выходных для заказчика умовах. За 7 месяцев этого года товарооборот Гомельской области с Республикой Словения склау больше 1 млн 850 тыс. долларов, что на 4% больше аналогичного летнего периода. Партнеры у этой краины мают такие предприемства, как БМЗ, Беларусьнафта, Светлогорский химволокно, Светлогорский целлюлозно-кардонный комбинат и Гомельский химичный завод. Разомстым удельное в АХ Словении у агульным товарообороте Гомельской области складает усяго 0,05%. Проведенная сёння сустречена керавана на поширене супрацовництва. У приватности размова идея об реализации проектов по перопроцовце отходов, у темлику токсичных, будовнестве мостов и электричных подстанций, а так само так званых разумных складов. Такий проект компания Рыка уже реализовала совместно с беларуской компанией Санта-Бремар. Который даёт возможность Санта-Бреми от получения продукции до поставки продукции у разной ячейки и введение, значит, учёт, правильный учёт и задачу, значит, под накладную, что нужно в первую очередь грузить, разгружать склады. Мы имеем 8 направлений. Одно из главных направлений – это металлообработка под ключ, значит, технологию и строительство полностью завода. Второе направление – это энергетика, которой мы очень плотно работаем. У Гомельской областной клиничной больницы сегодня презентовали новое обсталевание для проведения ударно-хваливой литотрепсии. Этот метод позволяет выводить камяне, которые утвораются в нырках без пошкоджения тканковых структур. Медицинскую установку наведали наши корреспонденты. Новый аппарат у областной больницы отримали в липени этого года. Еще два месяца спотребилось на его установку и модернизацию кабинета. Об складанности проведенных работ можно мерковать по сумме выдаткованных на ГТМ-ты сродков с областного бюджету – амаль 200 тысяч белорусских рублев. Кошт самого аппарата – 600 тысяч евро – оплачен из Фонда Министерства Аховы Здоровья. Это – саправды, сучасная и головная беспечная обсталевание. Производится наводка путем рентген-контроля и путем ультразвукового контроля. То есть в двух проекциях можно делать. Первый аппарат для ударно-хвалевой лицетрипсии у Гомельской областной больницы установили у 2006-м, а ли у опошней шанс он потребовал постоянного ремонту. Летось, например, по этой причине обсталевание не прорывало каля трех месяцев. Хоть у Вогуля отмавляться от его выкористания у больницы не будут. В реште проведение операций на двух аппаратах дозволюсь оказывать медицинскую допомогу больше значной колькости пациентов. При правильной фокусировке ударной волны, в принципе, процедура проходит безболезненно. Но в любом случае мы наших пациентов проводим аналогоседацию, то есть мы вводим аналогитики, беспоколистные препараты. И зачастую, опять-таки, все это определяется локализацией камня. Если же зачастую ударная волна может проходить и резонировать через костную структуру, тогда пациенты ощущают некоторый дискомфорт в области прохождения волны. У блютучных пациентов по времени это будет несколько растянуто, ну и эффективность будет несколько ниже. Ну, в среднем до часа может длиться один сеанс лит-трепсии. Сегодня у Гомельской области операции по лит-трепсии проводятся только в областной больнице. В 2015 году тут полностью отмывались от открытого хирургичного вмешательства, что дозволило продухелить махчимые послеоперационные ускладнения. Освоенный у Гомеля метод з'является тем больше актуальным, что у света означается стабильный рост колькости пациентов с мошекаменной хворобой. За позднее 30-е годы, пока шик захворываемости, повелишился амаль на 40%. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Частку моста Празднепр у Рогачеве оформят в выгляде Великой Арки с французскими вантами. Саму переправу обещают сдать до конца 2022 года. Зараз мостобудовники усталевывают на объекте новые опоры, які ядразу накрывают железобетонными пролетами. Працуют круглосуточно. Параллельно идут демонтаж старого моста, який летость признали аварийным и закрыли. Амаль за 70-ти годы у эксплуатации, унутренние конструкции моцно проржавели, и ездить по их стало небеспечно. После шматликих проверок объект вырошили не ремонтовать, а знести. Новый путепровод будет полкилометра у Даушеню. Йонзлучшить две частки Великого района, поделенные ракой, а так само звяжа трассы М5 и М8. Проект пройшел усе необходные узгоднения и экспертизы. Кошт транспортной артеры – каля 50 миллионов рублей. Пока идут будовничные работы, машины накеровывают объезд по часовым мосте. Его установили с допомогой военных. Иначе на других бирах было бы не трапить. 300-метровую металличную конструкцию грузоподимальностью 60 тонн потом снова разберут и будут выкористовывать на других будовлях. Работаем круглые сутки с 8 до 8. Так же приходит ночная смена с 8 вечера до 8 утра. Что-то можем не успеть. Ночная смена доделывает это. Ну, ускоряет процесс, можно сказать, полтора-два раза. Не только подчас пандемии, каля она оздарится. У Беларуси амаль готовы, грунтовны и зрозумелы наставникам, вучням и батькам интерактивный ресурс для дистанционного навучания школьников с 1 по 11 класс. Корыстацца им будзе зручна як тым, хто пропустил урок, так и тым, хто был, але не до конца зразумел ягось мест. Зараз информация для партала допрацовывается и шлифуется, а с першого студеня будзе доступная кожному. Марина Севрьянова с подробностями. Многие деце пасля весенних каникул так и не вернулися у школы. Пандемия литерально паралізовала навучальный процесс. Кап да помахчы наставникам протягивать занятки, для школ был подрихтованный аддукационный ресурс. Усяго за 4 дни у Гомельским областным институте о развитии адукации распрацовали веб-наставницкую с уморшениями, материалу и видеороликами. Когда мы столкнулись с проблемой, что часть детей осталась дома, а часть детей пришли в школу, и на учителя может лечь двойная нагрузка, мы очень быстро разработали информационный ресурс веб-учительская, который помогает учителям заниматься с детьми самостоятельно, оставшимися дома. Теперь, когда мы стали работать, летом пришло осознание, первый шок прошел, мы поняли, что ведь не только в период пандемии или какого-то там заболевания такого массового нужна такая помощь учителям, но и есть дети, которые просто, ну, например, сломал ногу, и он должен два месяца находиться дома, он не может посещать школу. Есть дети, которые в середине учебного года по медицинским показаниям с родителями уехали в санаторий и вынуждены там с родителями заниматься, а, например, физика седьмой класс уже не каждому родителю посильно, скажем так, проверить знания. Поэтому мы поняли, что ресурс нужен, независимо от того, будет вторая волна пандемии или не будет, мы должны поддержать тех детей, кто занимается дома. И на узровне державы было принято решение створить республиканский ресурс для навучания школьников с 1 по 11 класс. В нашем регионе работу по подрыхтуруться контента, курируя областный институт развития адукации. Педагоги Гомельщины распрацовывают 13 навучальных курсов. В работе заняты левшие наставники. Они записывают ролики с тлумачением нового материала. И тогда дети, которые пропустили навод один день занятков, смогут не отстать. Дякуючи такому зручному адукационному решению, Батьки так само отримают мягчимость допомогать своим детям освоивать незнаемым материалом. На уровне республики сегодня создаются единый информационный образовательный ресурс. На этом ресурсе будут размещены видеоролики объяснения нового материала. Лучшие учителя страны записывают эти ролики. И для родителя будет удобно послушать объяснение, если он что-то забыл, и потом спросить у ребенка. Кроме этого видеоролика, еще будут подготовлены тесты для самопроверки, для того, чтобы ребенок мог понять, насколько он хорошо усвоил материал. Дополнительные ссылки на страницы учебника, методические, там различные ресурсы еще тоже будут к этому подключены. Допоможен новоадукационный ресурс молодым наставникам. Они смогут виртуально отримать свои особливые майстер-классы от опытных педагогов, благодаря их видеороликам. Марина Северьянова, Игорь Марисченко, Телера до компании «Гомель». Областное объединение профсоюзов протягивает акцию под названием «Кали мы разом» в поддержку мирной и стабильной Беларуси. На этот раз ее отделники отправились в комбинат «Сход», чтобы помочь на уборцы у «Раджаю». 24-й год заправь профсоюзы бесплатно работают в сельгаз-предприемствах Гомельского района. Сегодня работный десант занимался сбором яблоков. Дарыч и клопотоп в працовниках господарок Гомельщины профсоюзы проявляют на протягу сего сезона. Например, удельничают у оснащения санитарно-бытовых покоев на предприемствах. Ясший один значный накерунок – у шанованья хлебороба у тысячников. Их у гэтым годзе в регионе было 375 человек. А кроме того, два працовники Речицкого района досягнули отзнаки у 3000 тонн у першыню за долгие годы. Для всех людей прозвучали слова благодарности, слова признательности за их подход, за их отношение к крестьянскому делу. Для каждого мы постарались найти свою изюминку. Профсоюзами затрачено более 120 тысяч рублей только на промежуточном итоге. Конечно, основной фейерверк успеха оценки будет озвучен на областных дожинках. Инициатива проведения акции «Коли мы разом» належит областному президиуму профсоюзов. Каждый район выбирает свой формат проведения. Святочные концерты, спортивные споборництвы, туристичные взлеты, мото- и велопробеги, альбо доброчинные кампании. Сегодня больше 50 краин свету приняли в дело, что годовой акции – день без автомобиля. Беларусь не выключение. Як экологичная кампания проходила у Хомили, доведалися наши корреспонденты. Акция «Чистый автомобиль» на площади Паустаня притягнула увагу многих аутоаматоров. Кагость инспектор да и запрошал принять ее дел, а некоторые сами с интересом проверяли свои транспортные сродки. Газоанализатор вымирая узровень СО, який автомобиль выкидывает в атмосферу. Кали пакашек перевышая норму, водитель отрымливает необходимые рекомендации. По словах супрацовников Комитета природных ресурсов и Аховы Новокольных Асяродзя, ситуация с забрудживанием поветра саправды серьезная. Заклик отмовится от автомобиля хотя бы на день мая подставы. В целом от мобильных и стационарных источников выбросы в атмосферный воздух по Гомельской области составляет 93 тысячи тонн в год. В том числе от мобильных источников этот объем составляет 96,3 тысячи тонн, что составляет более 52%. Столь значимые выбросы, ну все они остаются, как говорится, в атмосфере и оказывают серьезное влияние на экологию нашей области. Буквально две минутки времени вашего смысл. Измерить ЦОЦ вашего автомобиля. Это с последствиями? Нет, с последствиями. Это для вашего же, чтобы вы понимали, знали. Для того какого есть? Отмовиться от автомобиля навод на день у теперешних умовах непросто. Рытым городского життя, праца и многие иншие факторы не дозволяют это зарабить. Тем не менее, акция «Добрая нагода» донести до людей важность захования новокольного асеродзя. Если бы проводились как можно чаще те дни, когда люди пересаживались кто-то на велосипеды, кто-то на электросамокаты, во-первых, это полезно, выгодно и экологически чисто. Традиционно, акция «День без автомобиля» проводится в последний день Европейского тыдня мобильности, который начинается 16 вероятеля. Улады закликают всех принять уделы компании и отдать перевагу іншим способам перемещения. Миколай Скенсиян, Валера Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Завтра у областной держи аутоинспекции отбудется промая телефонная линия. На пытанне по номеру 50 55 48 откажет начальник управления ДАИ УЗ Гомельского облога «Канкама» подполковник милиции Андрей Миколаевич Гаркуша. Час работы промой линии – с 11 до 13 годин. В Октябрьском районе нереха улез. Йон – один строг у Беларуси, где увели обмежевание. По причине неповосински спекотного надворья у некоторых регионах высокий класс пожарной небеспеки. Головное мэто-забороны, безпеках ромадян, захованостях маемости и лесного фонду. За порушение без причинения материального урону, попереджение альбо штраф до 25 базовых. Аперативно отримать информацию, где уведена ци знятая заборона на наведывание лесов, можно на интерактивной карте. Яна размещена на сайте Министерства лесной господарки. Гэта и атак сама иншая новины, информацию об проектах Телерадио компании Гомель, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усех у добрых. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Николай Скинтеян. Здравствуйте. В Жлобинском районе сотрудники ГАИ преследовали мотоциклиста, который ехал по встречной полосе. Наряд ДПС подал сигнал об остановке, но водитель просто объехал патрульный автомобиль и продолжил движение. Началось преследование. Несмотря на попытку скрыться, мужчину задержали. Нарушителем оказался местный житель 1968 года рождения. Он был пьян и не имел соответствующей категории на управление мотоциклом. В отношении него составлено шесть административных протоколов. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базах величин с лишением права управления сроком на три года. В случае такого повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания, человек может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с статьей 317 Прим Уголовного кодекса Республики Беларусь. Также специальной конфискации подлежит транспортное средство, на котором совершено преступление. Любопытство завело в западню. В Гомеле кот застрял в вентиляционной трубе гаража и самостоятельно выбраться не смог. Работники МЧС при помощи подручных средств достали трубу, после чего извлекли животное. Кот не пострадал, ветеринарной помощи не нуждался. Его спасатели передали хозяевам. Под Гомелем женщина перевозила в легковом авто почти 200 литров спирта. Машину «Фольксваген Гольф» остановили на автодороге М10 «Гомель-Кобрин». За рулем находилась 50-летняя жительница Речицы. На заднем сидении и в багажнике ее транспортного средства были обнаружены коробки с пластиковыми канистрами. Внутри каждой находился спирт. Всего изъято 190 литров. Проводится проверка. Гомельские эксперты помогли раскрыть кражу из незапертого автомобиля. Злоумышленник вытащил ночью телефон и сумку с документами и деньгами. Специалисты Комитета судебных экспертиз обнаружили след пальца руки. По данной улике была назначена дактилоскопия. По ее результатам установлено, что отпечаток принадлежит гражданину Украины 1983 года рождения. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 22 по 25 и с 28 по 30 сентября. Время с 10 до 18 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Два игрока Гомеля в квартете лучших по итогам минувшей недели в белорусской хоккейной экстралиге. Калкипер «Рыси» Андрей Грищенко – лучший в своем амплуа. Его уверенная игра на последнем рубеже помогла команде обыграть фаворитов – «Шахтер» и «Юность». В каждом из поединков Грищенко пропустил по одной шайбе. При этом оба раза Гомель играл в меньшинстве. Лучший форвард недели – Игорь Ревенко. Его вклад в победы над горняками «Юностью» – 3 плюс 2 по системе «Гол плюс пас». После пяти сыгранных туров Гомель лидирует в чемпионате. В высшей лиге хоккейного чемпионата страны сыграны очередные поединки. Жлобинский «Металлург-2» на домашнем льду дважды встречался с дублем «Бреста». В обоих поединках «Старевары» праздновали победу со счетом 5-1. Жлобинский коллектив сейчас располагается на третьем месте в таблице чемпионата. Гомель-2 на девятом. Рыси провели дома два поединка против «Лиды-2». В первом сильнее были гости 6-3. На следующий день хозяева взяли не менее уверенный реванш – 7-4. Завтра «Гомельская энергия» проведет матч первого тура чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. На арене спорткомплекса «Локомотив» в нашем областном центре новоиспеченный бронзовый призер минувшего чемпионата встретится со столичным «Мопидом». Начало поединка в 19.00. Мужской гомбольный «Гомель» также продолжит борьбу в чемпионате. Завтра подопечный Андрей Мочилова дома играют со столичным «Витязем». Игра пройдет во дворце игровых видов спорта. Стартовый свисток прозвучит у 18.00. На данный момент «Гомель» занимает второе место в таблице чемпионата Беларуси. В ближайшую пятницу откроется тренинг кемп женской сборной Беларуси по гандболу. Под руководством Тома Жичатера будут работать 22 гомболистки. На сбор в Минск вызваны шесть представительниц «Гомеля». Это голкипер Юлия Кунцевич и полевые Наталья Котина, Ирина Дронова, Татьяна Самсонова, Ирина Мокот и Кристина Охраменко. Национальная команда в доме гандбола будет готовиться к отбору на чемпионат мира 2021 года. С 4 по 6 декабря в Минске белорусские сыграют с командами Швейцарии и Фарерских островов. Команды «Гомеля» и «Гомельского района» стали победителями областных Олимпийских дней молодежи по увольненной борьбе. Состязались юноши и девушки 2003 года рождения и моложе. Всего более 120 спортсменов у юношей. Лучшими в командном зачете стали борцы из «Гомеля». На втором месте команда Кармянского района, на третьем – Мозырьского. У девушек равных не было сборной «Гомельского района». Далее в итоговом протоколе расположились сборные Речицкого и Светлогорского районов. Победители областных примут участие в республиканских Олимпийских днях молодежи. Турнер с 1 по 3 октября пройдет в Минске. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok